Тридцать третья исправительная колония. Спартакиада среди заключенных шести колоний Хакасии. Весовых категорий нет, допинг-контроля тоже, да и не может быть за колючей проволокой допинга. Состязания среди осужденных проводятся ежегодно. Сегодня спортивные отношения выясняют 30 спортсменов. Пока одни метают дротики и тягают гири, другие играют в мини-футбол. В стенах этого учреждения мяч – самый популярный спортивный снаряд. Сотрудники колонии говорят, дух соперничества в осужденных развит настолько, что они годами тренируются, чтобы показать свое превосходство. Любовь к спорту здесь вырабатывается на живых примерах. В этом учреждении ВК-33 отбыл наказание осужденный, который подтвердил свою квалификацию кандидата мастера спорта по силовому троеборью. Впоследствии он стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, причем будучи еще осужденным колонией. За безымянным чемпионом мира потянулись другие осужденные. Я, допустим, занял второе место по геям, да, ну, практически месяца за четыре. То есть последний раз была олимпиада, я пробовал. Ну, вот занял третье место, сейчас, допустим, второе. То есть, буквально за какие-то небольшие периоды времени, если есть сумменность какая-то, желание, то как бы можно добиться нормальных результатов. Кроме подтягиваний и тяганий гирь на Спартакеаде есть и необычные, веселые состязания. Например, групповые прыжки через скакалку. Не олимпийский вид спорта, да и не вид спорта вообще. Но здесь это еще один прыжок к победе. В Спартакеаде победили заключенные 33-й исправительной колонии. Руслан Романов, Евгений Сульбереков, Новости, 7-й телеканал.